Всего в конкурсе приняло участие 11 работ студентов. И по мнению жюри, они не уступают проектам профессиональных архитекторов, которые также участвуют в разработке концепции проекта «Арки мира». Действительно видно, что студенты у нас грамотные, талантливые. И такие проекты, они действительно должны быть реализованы. Денис Коробкин выполнил работу со своим товарищем. На это ушло несколько дней. Но, несмотря на короткие сроки, им удалось полностью реализовать свою задумку, говорит Денис. Причем старания ребят не были напрасны. Их работа заняла первое место. Это было очень сложно, потому что некоторые вещи были несовместимы вместе. Допустим, крест, колокол и, допустим, какие-то декоративные элементы. Было очень сложно, чтобы не было повторения. Сегодня получилось у нас, что по сумме баллов, два первых места. Одно второе и одно третье. Из экономии стипендиального фонда университета, согласно положению, студенты будут премированы. Жюри предстоит выбрать лучший проект арки. Один из главных критериев оценки – насколько авторам удалось отразить национальный колорит. А еще ее свод должен быть увенчан православным крестом. Согласно замыслу организаторов акции, все арки, в том числе и те, которые уже установлены в российских и украинских городах, будут представлять собой дорогу мира. Приднестровская арка мира будет возведена на трассе Террасполь-Бендеры, на месте, где установлен памятный камень миротворцам Российской Федерации. Анастасия Чернесинская, Анна Павленко, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский. Субтитры создавал DimaTorzok